Всем привет! Это Осторожно новости, и мы обсуждаем главные события по фактам и немного больше. Коротко, но поделаю только о тех новостях недели, которые точно нельзя пропустить. Что происходит в Курской области? Взорванные мосты, блокада отдельных районов, а иностранные репортеры заходят через границу вместе с ВСУ. Разбор инсайдов главных мировых СМИ. Почему в тумане войны всегда оживляются анонимные источники? Владимир Путин съездил в Азербайджан. Одновременно проблемы в России начались у армянских коньяков. Метод Онищенко жив. А еще Илон Маск и Рамзан Кадыров, Дуров и блокировка Телеграм, Мизулина и Инцеллы, Традиционные ценности и обезьянья Оспа. Но прямо сейчас поставьте лайк этому выпуску и подпишитесь на мой канал. Обе кнопки внизу. Поехали! Итак, обо всем максимально подробно. Вот уже третью неделю все главные новости приходят из Курской области. Увы. ТАСС сообщил сначала о 17 погибших мирных жителях с начала боев, потом о 30. Но почти каждый день появляются новые видеосвидетельства о том, что число гражданских жертв будет больше. В начале недели ВСУ подорвали все три моста через реку Сейма в Глушковском районе, отрезав его приграничную часть. Это нарушило снабжение российских войск. Некоторые депутаты, правда, бывшие, даже предлагают сравнять там все с землей. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете? Понимаю. Кстати, я надеюсь, что к этому и готовятся, потому что недаром столько эвакуации. Иначе к чего эвакуировать столько тысяч людей? На отдельных участках ВСУ продолжали атаковать, но российская Минобороны сообщает об отражении этих атак. О том, что происходит внутри захваченных районов, мы узнаем по пропагандистским роликам, снятым украинскими военными. И по немногим репортажам больших западных телеканалов, о которых подробно поговорим позже. Заявление российской службы внешней разведки об участии четырех стран НАТО в планировании Курской операции ВСУ почти никто не заметил. Зато весь мир активно обсуждал публикации о том, что Запад был не в курсе планов вторжения. Экономист называет его дерзкой авантюрой, рожденной отчаянием. Ну, якобы две предыдущие такие операции союзники сорвали, и на этот раз главнокомандующий ВСУ Сырский решил вообще ничего им не говорить. Опять же, якобы он был на грани увольнения, и от успеха вторжения зависела карьера главкома. Разрешение бить дальнобойными американскими ракетами ВСУ так и не получили, зато британцы признали ключевую роль своих дронов в операции украинских военных. Параллельно в немецких газетах сообщалось, что Германия вдвое сократит объемы военной помощи Украине. Внесенный в список террористов и экстремистов Гарри Каспаров даже выкупил рекламную полосу в Бильд и призвал Шольца не останавливать помощь. В украинском МИДе новость назвали манипуляцией, ведь бюджет еще не утвердили. Но акции немецких оборонных заводов резко упали в цене. Больше всех концерна Рейн Метал, который уже запустил в Украине ремонтный цех и собирался в ближайшее время построить там еще четыре. Конкурент Бильда, популярная газета Дивельт, вышла с огромным редакционным текстом о том, что атака на Курск только приблизит поражение Украины, прежде всего потому, что ВСУ не смогут удерживать захваченные территории. Между тем, президент Зеленский пообещал создать в Курской области некую буферную зону и объявил о захвате 1250 квадратных километров российской земли с почти сотней населенных пунктов. По утверждению источников «Таймс», если Москва будет настаивать на своих условиях, то ВСУ собираются продолжить наступление. На выходных в большом интервью депутату и ведущему России один Евгению Попову Александр Лукашенко говорил и о том, что пора переходить к переговорам и закончить драчку, как он выразился, которая никому не нужна. В его словах украинские коллеги Попова увидели мольбу Путина о переговорах, переданную как бы через Лукашенко. При этом, по мнению московских собеседников «Нью-Йорк Таймс», как раз курская атака ВСУ ставит вообще крест на самой идее переговоров. А Путин теперь нацелен не на мир, а на месть. Что, в общем, честно говоря, похоже на правду. Президент об этом очень четко сказал, что после того, как начались нападения на Курскую область, а даже не нападения, а вторжения на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может. Между тем, Вашингтон-Пост описывает разочарование россиян нерешительностью Кремля. Но потом автор как бы в конце заключает. Никакой угрозы действующей власти в России нет. Практически все настаивают на формулировке о том, что враг вступил на российскую землю впервые со Второй мировой. Ну, а это значит потрясение такого, что бунт практически неизбежен. Вот вам картинка. Немецкий генерал Кристиан Фрейдинг оценивает перспективы Курского наступления. То ли путешествие на машине времени, то ли какой-то дурной сон советского подростка, честно говоря. Или вот просто вдумайтесь в смысл фразы. Белорусские добровольцы на немецком танке вторгаются в Курскую область в составе украинской армии. Для обычного россиянина это звучит все еще слишком бредово. Если, конечно, он или его родные не столкнулись со всем этим лично. Но параллели со Второй мировой все-таки пока не работают. Тем более с экрана рассказывают, что Курская операция – это катастрофа и позор, причем для Киева. В Минобороны говорят о гигантских потерях ВСУ на Курском направлении. А добровольцев так много, что можно не волноваться. Я захожу в военкомат, и сидят мужики. Говорю, что мужики сидят? А вот четверо сегодня подписывают, готовят документы. И такие, где-то около 30. Я говорю, мужики, а почему? Ну, что двигает? Ну, как же, наши вот ушли. Оттуда пишут, родину защищают. А мы-то что, убогие, что ли? Идет большой запрос и много желающих записаться в ополчение и пойти добровольцами защищать свою страну. И такая же тенденция и в других регионах. Чтобы успокоить жителей приграничных областей, в Минобороны объявили о создании группировок войск Белгород, Брянск и Курск. Координировать их деятельность будет Юнусбек Евкуров, которого для этого даже вернули из Африки. Все это на фоне инсайдов о том, что генерал Лапин, который курировал оборону трех областей незадолго до вторжения, распустил совет по защите региона. Тем самым создал как бы прореху в обороне и якобы лишил ее единого центра. Два года назад Лапина называли ответственным за отступление из Красного Лимана. Тогда его отставки требовал Кадыров. У генерала Евкурова проблем с бэкграундом нет. Он умел найти общий язык и с Кадыровым, хоть иногда это было и сложно. И с Пригожиным смущает только одно – количество вот этих вот самых инсайдов и источников у одного только Уолл-стрит-джорнал в силовых структурах на этой неделе. Что говорит, наверное, все-таки об их качестве. И только картинки с беженцами, которых уже сильно больше ста тысяч, понемногу становятся новой нормой нынешнего лета в России. Параллельно с боями в Курской области продолжается наступление на Старом Донецком фронте. Украинские военные говорят, что Курская операция оттянула их и так скудные ресурсы от основного фронта. А главный критик военного руководства в парламенте Марьяна Безуглая увидела признаки сознательной сдачи сырским всего Донбасса. По ее словам, российские войска без сопротивления входят в районы, оставленные ВСУ. И дальше опасность угрожает уже Днепру и Харькову. Сырского при этом Безуглая называет украинским Жуковым. Это явно не комплимент. В понедельник российские военные взяли под контроль город Зализное. У нас его называют Артемово. И железнодорожную станцию Выемка на Торецком направлении. Сообщалось, что там ВСУ за одни сутки потеряли более 500 военных. А во вторник под контроль взяли поселок Нью-Йорк. Это очень важный для ВСУ логистический хаб. В российских сводках его называют Новгородским. Три года назад на церемонию переименования небольшого поселка приезжал бывший президент Порошенко. Казалось, так украинские политики хотели показать свой западный выбор из Новогородского в Нью-Йорк. Но на самом деле именно Нью-Йорк – это историческое название времен Российской империи. В Новгородское поселок переименовали при Сталине. Возле самого Торецка продолжаются жестокие бои. Судя по всему, город скоро падет. Самым горячим направлением остается Покровска. Это подтверждает и украинский генштаб. Вице-премьер Верещук призвала жителей Мирнограда, Селидова и Покровска эвакуироваться. А российские военные в среду заявили о взятии под контроль поселка Желанное. Между тем, в российском тылу никуда не девались атаки дронов. Всю неделю горела нефтебаза в Пролетарске – это Ростовская область. В среду к тушению привлекли даже священника, который провел на предприятии «Молебен». Незадолго до этого там взорвалась еще одна цистерна. Пожар начался в ночь на воскресенье после украинской атаки. Страдали десятки пожарных. Часть из них перевезли в Ростов и в Петербург. В четверг после ракетного удара в порту Кавказ в Керченском проливе взорвался и затонул железнодорожный паром с топливом. Нескольких членов экипажа удалось спасти. Со вторника на среду только на подлете к Москве сбили 11 беспилотников. Всего в эту ночь их было 45. Но самое удивительное – о беспилотниках сообщалось в Мурманской области. Очевидцу даже удалось снять на видео, как один из них сбивают. Это почти 2500 километров от Украины. В среду там даже закрывали местные аэропорты. Такое уже бывало в Петербурге, но атаки беспилотников на Заполярье еще вчера казались чем-то совершенно нереальным. Ну, как, к сожалению, многое другое. Где заказать оригинальные товары из-за границы – давно не вопрос. Конечно, на US Smoke. Брендовые американские магазины на расстоянии всего несколько кликов. В рамках истории это, хочу сказать, огромный скачок. До 1903 года готовой одежды в принципе не было в продаже. Все шилось только по меркам. Пока Поль Пуаре не выпустил коллекцию готового платья и не перевернул этим всю индустрию. Теперь актуальные вещи сразу появляются здесь. Буквально в руках шопинг на другом континенте. Я просто собираю корзину, оплачиваю любой российской картой и недели через две брендовая одежда и товары Сайхерб у меня напрямую из американских магазинов. Ну, а с моим промо-кодом СОБЧАК24 покупка становится еще выгоднее. Он дает скидку 27% на все позиции до конца августа. Главное, здесь всегда есть из чего выбраться. Можно начать с бренда US Polo, например. Мне очень нравится, у них всегда отличная база. На US Mall большая коллекция их одежды и сумок. Совсем скоро сентябрь, новый сезон. Поэтому новая сумка к осени – моя ежегодная традиция. Ну, например, симпатичная кросс-бодибэк для прогулок по парку. А на ноги что-нибудь из спортивной классики, поэтому ищем New Balance, конечно. На Marketplace и по этому запросу больше двух тысяч позиций. За оригинальность я не волнуюсь. На US Mall только настоящие брендовые вещи. Это давно проверено многими заказами. Здесь же почти полный каталог магазинов iHerb и Sephora. Так любимые витамины и косметика всегда у меня в доступе. Я уже знаю, что буду брать, но вам не скажу пока это секрет. А вы пока делайте свои заказы. Переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании и заказывайте оригинальные брендовые товары из американских магазинов. На US Mall точка ру. Последние недели главным спикером Минобороны на курском направлении вместо генерала Игоря Коношенкова окончательно стал Апти Алаудинов из спецназа «Ахмат». Фейковая афиша курского концерта, где Алаудинов соседствует с Ларисой Долиной, свидетельство популярности. Правда, ему самому как будто больше нравится ниша Евгения Пригожина, но получается пока, честно говоря, так себе. Сначала Алаудинов утверждал, что по неким секретным документам главной целью ВСУ была Курская АЭС, а потом, что сам Курск. Кроме того, он как-то немного слишком сосредоточен на одной теме. Вот обращение к Зеленскому на прошлой неделе. А вы там сидите с сырским, слушаете этого индюка и сырский индюк, а ты... А вот ответ на вопрос военкора из Телеграм, который спросил, как дела в суд? У тебя спрашивалка не выросла, чтобы у меня что-то спрашивать. У тебя не выросла спрашивалка. И не такой, как ты должен у меня что-то спрашивать. Я свою работу знаю, я ее делаю, я воюю. Понимаешь? И делаю все, чтобы вот такие, как ты, не могли посеять панику в наших рядах. Ну, то есть, все-таки вряд ли это уровень Минобороны. И если амплуа Пригожина была народный защитник, то Алаудинов на этой неделе – народный обвинитель. В понедельник он пристыдил родителей-срочников, которые переживают, что их детей могут отправить воевать. У меня вообще встает к вам один вопрос. А зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Ну, как сказать. Вообще люди за свою жизнь много где пригождаются. У них бывают разные способности. Думаю, варианты ответов на этот вопрос у родителей-срочников и Аптеа Алаудинова расходятся, ну, как бы, принципиально. Ну, кто они такие, чтобы спорить с человеком, который знает, как устроено попадание в рай? Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? В интервью к китайскому телевидению он опять рассказал, что наступление ВСУ в Курской области полностью остановлено. Спецназ Ахмат, понятно, лучший, а вся СВО полностью завершится за 2-3 месяца. Свои прогнозы по срокам завершения СВО Алаудинов чуть позже уточнил. Но лучше бы он этого не делал. Либо в этом году завершается СВО, либо это СВО в этом году переходит в Третью мировую войну. Ну и опять зачем-то вспомнил о петухах. Ну, надо сказать, на пиар-фронте вообще тяжело. На этой неделе многие следили за приключениями памятника Ленину в СУЧ. Еще на прошлой неделе сообщалось, что его снесли. Потом в сюжете украинского телевидения у скульптуры прострелена голова, но сама она на месте. Тогда в Раде заявили, что снос памятников – это нарушение международного права. А потом его все-таки снесли неизвестные лица. Или нет? Чтобы окончательно это установить, нужно все-таки войти в суджу. Кстати, во вторник именно по этому поводу временную поверенную в делах Соединенных Штатов в Москве вызвали в МИД. На Смоленской площади возмутились присутствием американских журналистов в суджи. В понедельник в Вашингтон-Пост вышел репортаж. Его авторы проникли на российскую территорию вместе с украинскими военными. Они пообщались с местными жителями, в основном в присутствии военных. Журналисты отдельно отметили, что не нашли свидетельств мародерства или нападений на мирных жителей. Хотя, вообще, как бы они могли найти такие свидетельства фактически в пресс-туре с чужой армией и мирные жители под прицелом этих людей? Незадолго до этого такой же репортаж вышел на CNN. Мы увидели разрушенный КПП на границе, проход по улицам оккупированной суджи, общение с местными и много действительно очень драматичных выражений на лице Ника Пейтона Уолша, главного военкора CNN. Примерно по тому же сценарию абсолютно снят репортаж итальянского телеканала «Раи Уна» «Долгая дорога к судже и короткое общение с теми же мирными жителями». В газетах такие репортажи называют частью гибридной войны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова обещает их авторам неминуемое наказание. Но понятно, что если куда-то можно попасть даже нелегально, то от эксклюзива не откажется почти никто. Да и родственники героев этих репортажей хотя бы убедились, что они живы. Тоже важный момент, мне кажется. Одновременно с новостями о войне российского МИДа и американских журналистов стало известно о смерти в США легендарного телеведущего Фила Донахью. Сорок лет назад их с Владимиром Познером телемосты делали прямо противоположные. Впервые открыли друг другу простых американцев и русских. Сегодня этого уже вообще невозможно представить. И, видимо, очень надолго, к сожалению. Исследования последних лет показывают, потребность в психологах активно растет. Это логично, когда даже за неделю уровень тревожности может подняться на 8%. Уже в 2020 году профессия психолога была в топ-5 самых востребованных. А за последний год спрос вырос аж на 35%. Потому что люди, наконец, приняли простой факт – чтобы переработать стресс продуктивно, нужен специалист. Таких профессионалов готовит Московский институт психологии. Они открыли набор на дистанционную программу профпереподготовки психолог-консультант, который подойдет даже новичкам. Программа подходит тем, кто хочет получить новую специальность в сфере психологии, помогать другим и чувствовать свою полезность обществу. У Московского института психологии высокий рейтинг на независимых платформах. Они обучили более 4 тысяч специалистов. Диплом о переподготовке Московского института психологии котируется как в России, так и за рубежом. Обучение нацелено на практику, только на нее выделено почти 300 часов. Демонстрационные сессии, отработки в парах и тройках, интервизии и супервизии. Скорость и график обучения вы можете выбрать сами. Занятия проходят онлайн, но по желанию вы можете посещать практику в Москве. У вас будет ежедневная обратная связь от опытных преподавателей и поддержка куратора. А доступ к материалам курса у вас остается пожизненно. Сейчас по промокоду СОБЧАК действует скидка до 40% суммарно на все программы обучения. Поэтому пользуйтесь возможностью и оставляйте заявку по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут подобрать программу индивидуально. Есть такой британский писатель Марк Голиотти. Он считается крупнейшим специалистом по российской политике, криминалу и силовым структурам. Вы сейчас видите только малую часть его книг о России. На этой неделе в большом тексте для «Таймс» он написал уныние, в которое впал Кремль после вторжения в СССР. Голиотти говорит, что президент Путин угрюм, дает сбои и изолирует. Между тем, в воскресенье вечером Путин вылетел в Баку. Это первый его визит после начала СВО. В основном в Москву летал Ильхам Алиев. Российский президент провел у своего коллеги два дня. Начали с посещения могилы отца действующего президента Гейдара Алиева. Потом посетили православный кафедральный собор в Баку. Обсудили стратегическое партнерство, празднование годовщины Победы, обмеление Каспия, газовые поставки и, видимо, еще многое-многое другое. Никакого расширенного пресс-релиза по итогам встречи не было, а основное президенты обсуждали за закрытыми дверями. Параллельно сообщалось, что в Баку одновременно с Путиным прилетел основатель телеграмм Павел Дуров. На видео он едет по горной дороге с азербайджанской картой в навигаторе. И это сразу после того, как в ночь на понедельник в России заговорили о возможной блокировке телеграммы, сбоях в его работе на всей территории страны. Путину якобы предложили встретиться с Дуровым, но он отказался. А на следующий же день телеграмм опять перестал работать по всей стране, причем вместе с WhatsApp и другими мессенджерами. Зато сразу после отъезда Путина Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС. На фоне этого торжества союзнических отношений незамеченной прошла новость еще об одном союзнике. Исследование, результаты которого появились в день отъезда Путина из Баку, показало, что почти весь армянский коньяк в России просто опасен для жизни. Новость с радостью перепечатали в азербайджанских газетах. Союз производителей алкоголя совместно с Ассоциацией Антиконтрафакт закупил 200 сортов армянского коньяка и нашел нарушение в 179 из них. Неожиданно, правда? И это после долгих лет спокойного пребывания на российском рынке. Путин когда-то даже дарил армянский коньяк бывшему британскому премьеру Кэмерону. Ну, даже не буду фантазировать теперь уже с какой целью. Помните, когда-то главу Роспотребнадзора Геннадия Онищенко? У него претензии к коньяку были и раньше, но только к грузинскому и молдавскому, никогда к армянскому. И то 10-15 лет назад все это было. А до того были, конечно, украинские конфеты, белорусское и литовское молоко и сыры, латвийские шпроты, боржоми, грузинские и молдавские вина и многое-многое другое. Все как бы в зависимости от политических обстоятельств. Последней громкой кампанией Онищенко была борьба со спиннерами несколько лет назад. Теперь немногие вообще вспомнят, что это такое спиннер. Хотя запретить его тогда, кстати, не удалось. И бывший главный санитар тоже давно уже на заслуженном отдыхе. Но за годы санитарства Онищенко у россиян уже выработался такой, знаете, рефлекс. Если говорят, что какой-нибудь товар опасен, значит, ну, как бы это точно политика. По пути из Азербайджана президент Путин однодневным туром проехал по Северному Кавказу. В Кабардино-Балкарии начали с главного, хватит ли в стране яблок. Яблок хватит, урожай рекордный. Перед годовщиной теракта в Беслане президент посетил мемориал «Город ангелов» и школу номер один, захваченную террористами 20 лет назад. Там же встретился с несколькими женщинами из организации «Матери Беслана». После короткой фан-встречи на площади во Владикавказе Путин оказался, кажется, в главной, особенно на фоне Курска, точке этого тура, ради которой он и затевался, в Чечне. Рамзан Кадыров пообещал показать в Грозном абсолютно все. В родовом селе Кадыровых Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента Чечни. Затем в университете спецназа в Гудермесе ему показали подготовку добровольцев и трофейное оружие. Там же в духе «Все люди, братья» прозвучало «Все мы, пехотинцы». Почетного гражданина Чечни Путину присвоили, по проспекту его имени провезли, проект района его имени показали. Но сам собой возникает вопрос. То есть на «Сайбертрак» посмотреть не захотел? Хотя Рамзан Кадыров так активно хвастался машиной от Теслы, поблагодарил Илона Маска и пригласил его в Грозный. Некоторые неопытные глаза увидели в этом буквально благодарность за подарок. Те, кто в курсе давних отношений переписки Кадырова с Маском, понимают, что это просто очередная глава, это такая ирония. А «Сайбертрак» куплен через третьи страны в обход санкций. Но отдельным пользователям Твиттера Маск решил объяснить лично, вы, говорит, отсталые, если в это верите. На что Рамзан Кадыров с еще более язвительной иронией пожелал ему успехов в труде и снова поблагодарил, но уже за «Старлинк» в зоне СВО. Спойлер. Его Маск тем более не дарил. Все тоже куплено в обход. То есть для представителей российской власти Тесла все еще желательная организация, а вот фонд Джорджа Клуни уже нет. Об этом сообщила в своем телеграмме генпрокуратура. И, судя по слогу, их тексты и посты Кадырова пишутся в соседних СММ-отделах. Прикрываясь гуманитарными идеями, фонд Клуни с голливудским размахом дискредитирует Россию. Еще и его жену Амаль зачем-то пнули, назвали считающей себя адвокатом. То, что она защищала, в частности, Асанжа, узника совести, генпрокуратуров плюс не засчитала. В ведомстве сообщили, что фонд активно поддерживает покинувших Россию лжепатриотов, экстремистов и террористов. Никаких примеров, правда, не привели. В мае одна из менеджеров проекта, входящего в структуру фонда, Анна Нейстад, заявила, что организация будет добиваться ордеров на арест в Европе некоторых сотрудников российских гос.СМИ. Но позже Клуни это опроверг. Мы никогда не будем преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны. Ну, знаете, у генпрокуратуры тут другой подход. Не согласен? Добро пожаловать к нежелателю. Всем друзьям Оушена приготовиться, но сильно не волноваться. За попадание в рай у нас отвечают другие структуры. Для консерваторов новые льготы. Президент подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности. Он позволит в исключительных случаях предоставлять разрешение на временное проживание в России иностранцам и людям без гражданства вне квот, без подтверждения знания языка, истории и законов страны. С одним условием. Мотив переезда – неприятие деструктивной неолиберальной политики других стран, противоречащей духовно-нравственным ценностям. Список этих стран скоро по представлению МИДа утвердит правительство. Все это, как отмечено в указе, в целях защиты прав и свобод человека. Человека, который больше не может видеть Билли Портера, Евровидение и Нетфликс, а хочет сесть у печи со своими 18-ю детьми и стать Германом Стерлиговым. Ну, когда вырастет. В принципе, этой идеей не один год. Тринадцать лет назад работники посольства убедили семью старовера Терентия Мурачева переехать из Латинской Америки в Калужскую область. Программа переселения сбоила как бы с самого начала бесконечные какие-то проблемы с землей, жильем, заведением хозяйств. Семья меняла регионы, везде местная власть их регулярно как-то обманывала. На просьбы о помощи, включая обращение, по-моему, и в Госдуму, и в Минсельхоз, Мурачевы несколько лет получали только отказ. На этом фоне Латинская Америка, конечно, заиграла новыми красками, и семья, как я понимаю, пожалела о переезде. Еще ярче свежий пример этого года – настоящая идеологическая репатриация. Правда, недолго. Многодетный фермер Фейнстра из Канады распродала хозяйство и в поисках духовности вместе с семьей переехал в Нижний Новгород, где им тут же заблокировали счета. В банке очень вежливо сказали, что ничем не могут помочь. Скоро мать семейства разочаровалась в России, захотела прыгнуть в ближайший самолет и улететь обратно. И даже успела публично поизвиняться за это. Пока из традиционного в топе бюрократия и коррупция. Но если хорошо присмотреться, в традиционных ценностях можно разглядеть и лечебный эффект. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что они спасут нас от оспы обезьян. Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание, как заболевание эпидемическое, не опасно, не страшно. Оспа обезьян передается разнообразно. От животного к человеку, от человека к животному и от человека к человеку через предметы общего пользования воздушно-капельным, тактильным и половым путем. Но так как у нас никто ничего не трогает, не заводит животных и, понятно, друг с другом не разговаривает, не обнимается, не целуется и не занимается сексом, бог упаси, Россия спасена. Если такой набор спасительных ценностей наш новый пакет по умолчанию, он убьет нас раньше оспы, мне так кажется. Зато хоронить можно будет сразу комплектом с союзом мужчины и женщины. Кстати, еще одна из скреп и гнор реальных проблем традиционной семьи. Экс-журналистку РБК и ведомостей Оксану Гончарову приговорили к семи годам за убийство отца двоих ее детей. Тот в пьяном виде нанес ей рану ножницами, она ударила его имя в ответ. Мужчина пнул Оксану, ушел из ее квартиры и на следующий день скончался. Оксану отправили в СИЗО и лишили родительских прав. Зато предыдущие 15 лет, когда она постоянно писала в полицию заявление погибшего, никто не задерживал и в СИЗО не отправлял. На заявление вообще не было никакой реакции. Фиксация побоев, его три судимости, затяжки вред здоровью, грабеж и угрозы убийством ни на что не повлияли. Закон о домашнем насилии принимать, разумеется, не надо. Это же попытка, видимо, разрушить семью. Поэтому нужно дождаться, когда она разрушится сама, с уходом из семьи сразу в мир иной. Какой любопытный двухполярный мир. Назлочим Берлену, отморожу себе уши. Боюсь, такая деструктивная неоконсервативная политика противоречит моим духовно-нравственным ценностям. Ну и напоследок об искажениях. В Петербурге по обвинению в педофилии арестовали блогера Алексея Поднебесного. Дело завели по заявлению Екатерины Мизулиной. В сети появились видео, где он целует и трогает за грудь 15-летнюю восьмиклассницу. Ну а еще он скриншот о переписке. 46-летний Поднебесный, самый известный в стране инцелл. То есть человек, который воздерживается, но не по своей воле. Борется с вагинокапитализмом и продвигает идею о лишении женщин права отказывать мужчинам в сексе. И вот тут искажение номер один. Инцеллы – это не заговоры, не движения. Вас просто никто не хочет. Хотя заговором кое-кто успел объявить и само дело против Поднебесного. Искажение второе. Да, читаем Мизулина, думаем в донос. Я согласна. Но заявление из-за домогательства к несовершеннолетней – это… Ну давайте так, это не донос. Тут, простите, действительно, вы не понимаете это другое. И третье искажение. Держать явление инцеллы только за смешных городских сумасшедших слишком безответственно. Эти борцы с вагинокапитализмом уже доходили до терактов, после которых было, честно говоря, совсем не смешно. А глядя, как мир тоже с размахом как бы искажается, уже не знаешь, где раздастся новый взрыв. Сидиотским упорством ждем, когда искажения пройдут и фокус наконец настроится. Возможно, следующая неделя даст повод на это надеяться. Это были «Осторожно, новости». Обязательно подписывайтесь и здесь, и в Телеграме. Жмите колокольчик, ставьте лайк. И мы увидимся с вами ровно через неделю. Пока.